Всем привет дамы и господа, с вами вновь Александр и сегодня мне хочется рассказать вам о новом кресле от компании Joy моделька называется i-Trevor, это уже серия соответствующая стандарту i-Size то бишь показатели по безопасности, у нее очень высокие этому креслу можно смело доверять ребенка вот здесь для этого все сделано, установлена дополнительная боковая защита она у них называется Grounds, Guards, Surround, Safety вот сам каркас очень прочный, начинка внутренняя в общем здесь все сделано для того, чтобы защищать ребенка при ДТП поэтому по безопасности сразу в самом начале закрою вопрос классно по безопасности кресла и подмечу тот момент, что мне почему хочется рассказать об этом кресле потому что бренд Joy, он очень-очень активно развивающийся бренд так с семимильными шагами, я бы даже сказал, так попадает уже в такой средний сегмент и выше и вот в это конкретно кресло вам хороший пример попытка приблизиться к премиум сегменту они получается изменили полностью весь материал материал стал в кресле такой вот материал обычно используется в каких-то специальных сериях у немцев какие-то там лимитированные серии какие-то интересные расцветки и вот эти материалы всегда дороже, чем обычные и вот Joy у нас получается, что делает это за абсолютно адекватный прайс вот эти материалы на базе всем известного кресла которое и так заслужило внимание своим соотношением цена-качество-безопасность поэтому вот получается такое уникальное предложение ссылку на мир автокресел на это кресло я добавлю в описании пройдите, посмотрите я думаю, будете приятно удивлены так, что из себя представляет вообще группа 2-3 это 2-3 группы, я даже в начале не сказал это кресло со 100 сантиметров и уже до 12 лет, до победного конца где-то до 150 сантиметров будет вмещать в себя это кресло ребенка, имею ввиду но важный момент вот мне в комментариях пишут а можно ли с 90 сантиметров нет, нельзя потому что здесь используется уже взрослый ремень ребенок здесь пристегивается не столиком, не пятиточечными ремнями а взрослым ремнем он проходит в специальных направляющих и когда ремень пройдет в специальном направляющем и ребенок будет 90 сантиметров ремень будет на горле это очень опасно категорически запрещено так эксплуатировать поэтому 90 сантиметров нет сразу закроем этот вопрос вот ну давайте раз уж говорим про ремень сразу посмотрим, как пристегивается ребенок все очень просто, классически, понятно ремень просовывается через направляющие в подголовнике здесь он на данном случае зеленого цвета честно признаюсь, зеленые направляющие я вижу впервые ну, весело, по крайней мере обычно они красные или в крайнем случае черные а здесь зеленые в общем, смотрите пропускаем ремень через направляющие ну, справа или слева, где кресло поставить и понятно через направляющие сверху потом он сужается под подлокотником они оба проходят и здесь тоже под подлокотником очень важный момент под подлокотником если мы сдвинем ремень вот так видите, он сразу сдвигается наверх тем самым попадая на горло ребенку я в каждом обзоре в группе 2-3 об этом говорю чтобы это все люди наконец уже запомнили потому что очень часто в попыхах люди спешат, ага, ага, куда-то там нацепили ремень ремень у ребенка чуть ли не на лице это очень опасно поэтому не рискуйте жизнью своих детей в общем, золотое правило запомнили все, вот так это работает отголовник регулируется здесь на очень большую высоту диапазон здесь просто огромный видите, да? поэтому с пространством здесь все очень-очень хорошо кресло, кстати, оборудована системой Isofix вот здесь кнопочка все нажали Isofix выскочил защелкнули Isofix гибкий то бишь, если он там в каком-то автомобиле Isofix, я имею в виду, находится где-то глубоко нам очень легко там подогнуть и попасть в него в общем, здесь вот с этим все хорошо так, что касается наклона вот смотрите, я могу воспользоваться таким лайфхаком немножечко заезжать, выезжать с этим Isofix чем дальше его выдвинуть, тем больше наклониться у меня спинка я к тому, что у спинки есть свободный ход и она упрется в спинку автомобильного сидения дальше не пойдет, естественно ну и там есть такая четко ощутимая зона в которой, если мы дальше будем давить, спинка просто отвалится потому что, ну отвалится грубо сказано она отстегнется, потому что это кресло можно из него сделать бустер на излом пускаем спинку и остается у нас бустер отлично так, что касается еще комфорта очень немаловажный момент такая фишечка есть еще только у одного бренда не буду его называть ссылку на этот обзор я в описании просто добавлю посмотрите здесь регулируется по длине сидения это очень крутая штука когда рослые дети ножки тоже длинные и чем длиннее сидушка, тем лучше у нас получается положение ног под коленем и ноги меньше затекают поэтому вот здесь 5 баллов вообще молодцы почему так все не делают, непонятно в общем с комфортом я к тому что здесь все очень хорошо безопасное, комфортное классные материалы неплохой бренд очень сильно набирающий популярность прям вообще молодцы Джой они что в колясках, что в креслах перевернули все с ног на голову и заставили остальные бренды шевелиться пытаться хороший продукт предложить в менее дорогом сегменте поэтому цена и качество у них просто всегда вообще впереди планеты всей так кстати еще вот по поводу вот этих дополнительных систем безопасности они одеваются с двух сторон обязательно одевайте с той стороны где дверь с салона этого делать не обязательно просто скрадывать немножко пространство если не мешает, оставляем симметрично все смотрится классно если мешает, хотите побольше места в машине освободить то снимаем все легко это делается собственно все добавить мне больше нечего я лично могу лишь сказать что Джой красавчики они знают что делают теперь они пытаются попасть еще в более дорогой сегмент так на пятки уже к премиум сегмент наступают не по цене по качеству по ощущениям тактильным по безопасности они вообще молодцы поэтому я крайне рекомендую на него обратить внимание оно не стоит кучу денег да, оно не дешевое я не говорил, что это копеечное кресло оно средненькое по цене но вы много получаете сравнивая с другими вот такими же тканями у тех же немцев там будут ощутимо выше цены прям сильно-сильно поэтому обратите на него внимание обязательно при выборе прям рекомендую ссылка напоминаю внизу а вам лишь хочу пожелать сделать правильный выбор детского кресла для вашего ребенка и всего вам доброго до свидания